Я пришла! Каждое утро, в любое время года и в любую погоду Любовь Куликова приходит к своим подопечным. Я иду с удовольствием на работу. Я знаю, что они меня ждут. Если я вдруг задерживаюсь, вот я сказала, определенный период времени приду, но всякое бывает, где-то задержалась в очереди или что-то. Если бабушка плохо слышит, до нее, конечно, бесполезно дозвониться по телефону, она не услышит, она сама мне наберет, у всех есть мой контактный телефон. И спрашивает, Любочка, а где ты задержалась? Я там объясню, я чуть-чуть задержусь, скоро приду. Пережив обоих сыновей, Лидия Михайловна на старости лет осталась одна. Внуки навещают, но помощь пожилой женщине нужна ежедневно. А потому Любонька, как ласково Лидия Михайловна зовет свою помощницу, давно стала ее руками и ногами. Она все, что не скажу, все купит. У нее и ботинки купит, и белье купит, и квартиру заплатил, лекарство принял. Ну все, все, я же за три года не выхожу на улицу. Грамотная и умная девушка, я таких люблю. За 13 лет работы ни разу Любовь Ивановна не пожалела, что выбрала эту профессию. Делать людям добро, понимая, что ты в их жизни значишь очень много, доставляет ей радость. У Любови Куликовой пять бабушек и два дедушки. Каждому нужно уделить внимание, помочь делам и просто поговорить. Самое главное, мне кажется, вот то, что мы к ним пришли, там ладно, понятно, продукты принесли, там что-то убраться, прибрать. А вот именно, что общение, они живут в четырех стенах, никуда не выходят. Ну ладно, там может кто-то еще по телефону общается с кем-то. А некоторые этого не могут, потому что плохо слышат. Вот приходишь с ним, общаешься, на любые темы разговариваем. Вот уже два года наша героиня приходит в дом к Любови Елисеевне Цыпенко. Любовь Елисеевна, здравствуйте. Любовь Елисеевна – большая охотница до разговора. Закончив с бумажными делами, женщины, словно давние подруги, заводят беседу. К сестре не ходили? К сестре позавчера отходила сиреней у них под окном, сорвала. Я не могу мимо пропустить. Жажда жизни и деятельности не дают Любови Елисеевне покоя. Вот по ее просьбе социальный работник узнала, когда начнутся компьютерные курсы для пенсионеров. Пока лето можно освоить эту, кажущуюся неподвластной старшему поколению технику. Но Любовь Елисеевна из той породы, что учится всю жизнь. Это ведь только тело стареет, а душа и сердце всегда молоды. Каждый день, боже мой, это действительно есть Господь. Я просто удивляюсь, что она такая заботливая, она такая внимательная. Теперь никаких проблем. В поликлинику не хожу, так как у меня в поликлинику только лекарства. Люба ходит. За продуктами, не я, за субсидии. Я уже теперь туда не хожу. Можно же без ними по доверенности. Платежки все коммунальные. Даже не знаю теперь, где они. И, кстати, вот что мне нравится. Еще Люба ищет, где меньше процентные ставки. Я думаю, ну это же надо, мы ей нужны. Пока мы беседовали с Любовью Елисеевной, ее тезка успела вымыть полы. Дело для старого не посильное, а для молодого пустяковое. И в этом заключается суть благородного труда социального работника. Когда старость становится в радость. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.